Старт космического телескопа James Webb по уточненному графику назначен на день Рождества, 25 декабря. Он должен произойти с космодрома Куру во французской Гвиане. Если все пойдет по плану, научный комплекс, разработанный в основном корпорацией Northrop Grumman, стоимостью 9 миллиардов долларов, отделится от европейской ракеты-носителя Ariane 5 через 26 минут полета. Спустя месяц он должен выйти на Солнечную орбиту на высоте 1 миллиона 600 тысяч километров над поверхностью Земли. Джеймс Уэбб сможет заглянуть гораздо глубже во Вселенную, чем его предшественник Хаббл. Это станет возможным благодаря уникальному зеркалу, состоящему из 18 фрагментов, позволяющему вести наблюдение в основном в инфракрасном диапазоне. Хаббл работает в оптическом и ультрафиолетовом. Астрофизик НАСА Том Грин рассказывает о некоторых задачах, которые предстоит решать телескопу. Наблюдая в инфракрасном диапазоне, он увидит молекулы вокруг молодых звезд, которые только формируются. Мы узнаем, какие строительные кубики, важные для жизни, внедрены в их зарождающиеся Солнечные системы. Благодаря Уэбу астрономам станут доступны прежде неизведанные уголки космоса, где находятся объекты, сформировавшиеся через 100 миллионов лет после Большого взрыва. Сам он произошел по ныне существующим представлениям почти 14 миллиардов лет назад. Думаю, что это станет огромным шагом вперед не только для меня, но и для всей астрофизики. Он даст нам возможность ответить на важнейшие вопросы о том, откуда мы пришли, что еще есть там, одни мы или нет. Приборы Уэба идеальны для поиска небесных тел с атмосферой, в которых способна развиваться жизнь. Речь идет о недавно обнаруженных экзопланетах. В поле зрения телескопа окажутся и близкие к Земле планеты Солнечной системы, такие как Марс и Сатурн с его ледяным спутником Титаном.